В 863 году труды святых Солунских братьев по стандартизации славянской письменности, вот применим такое современное слово, привели к началу просвещения крупнейшей этнолингвистической общности в Европе. Это стало событием исторической важности для славянских народов, имеющих общие корни и разделяющих единое прошлое, так как для них открылся путь к самопытному, духовному, культурному, общественному и государственному развитию, основанному на христианских ценностях. В библиотеке имени Пушкина провели 24-й Кирилло-Мефодиевские чтения. Посвятили их 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского. Проводят чтения ежегодно 24 мая, в День славянской письменности и культуры. Спикеры в своих докладах, а их было 9, рассказали о влиянии князя на культуру России, а также затронули темы церкви, веры и даже родительства. По словам организаторов, чтения носят культурно-просветительский характер. Поэтому многие сообщения, которые сегодня будут доложены, они посвящены вообще культуре, славянской культуре, славянскому искусству, архитектуре и так далее. Моё сообщение сегодня посвящено единству искусства, слова в том, чтобы правильно воспитать личность, для того, чтобы формирование личности двигалось в верном направлении. А здесь, безусловно, очень важно это три единства. Единство слова, единство истории и единство искусства. Ну и, конечно, я тоже, как и все сегодня выступающие, буду говорить об Александре Невском. Соорганизаторами чтений выступила Магаданская и Сенегорская епархия Русской Православной Церкви. Как отметили организаторы, одна из целей встречи – пробуждение у молодежи интереса к духовным истокам славянской, а прежде всего русской православной цивилизации. Субтитры создавал DimaTorzok